«Плохая жена хорошего мужа». Сборник рассказов. Читает автор Александр Снегирев. Где не достанет рука? Один. Для чего придуманы лампочки с холодным белым светом? Для нацистских лабораторий? Для допросных камер? Кому пришло в голову вкручивать такие лампочки в люстры книжных магазинов? Посетители этих странных мест, назначение которых с каждым годом становится все менее понятным, и без того чувствуют себя изгоями. Зачем угнетать их сильнее? Опустив глаза, стараясь впустить в себя как можно меньше белых пыточных лучей, я прохожу мимо полок. Когда выпустили мою первую повесть, в любом книжном я сразу отправлялся искать ее. Теперь даже не смотрю на буквы алфавитного указателя. В конце торгового зала расставлены стулья. Один – спинкой к стене, остальные, расположенные в четыре ряда, обращены к нему, что называется, лицом. Испытываю радость. Стулья, все до единого, пусты. Если никто не явится, встречу с читателями можно будет отменить. Можно будет вернуться домой, смотреть телевизионную передачу о путешествиях по экзотическим странам или листать без всякой пользы Facebook. Согласившись на эту встречу, я поступил торопливо, решив по старой памяти, что в подобных встречах заключается моя писательская обязанность перед издательством. Долг чести. Такие слова принято выделять курсивом. Пока я размышляю о курсиве, меня окликают. «Здравствуйте, Сергей!» – доносится из-за спины. Если мое имя путают, то непременно называют Сергеем, как будто сговорились. Мама хотела назвать меня Сергеем, но уступила мнению отца. Судя по всему, ее желание было столь велико, что Сергей надо мной буквально витает, и во лбу горит, и на затылке светится. Я обернулся. Так и есть. Опять я, Сергей. Окликает меня девушка лет тридцати с небольшим, а может постарше или помоложе. Я разучился определять возраст. Только одну могу сказать точно. Губы у нее шикарные. Девушка извиняется, что перепутала мое имя, хоть я ее и не поправил. Она говорит, что работает в издательстве и приехала провести мою встречу с читателями. Промодерировать. Все это она проделывает при помощи своих красивых губ. Я улыбаюсь и делаю гримасу относительно того, что никаких читателей нет и, судя по всему, не будет. Я чувствую себя беззаботно, искренне, как мне кажется, радуюсь шансу свалить, но вдруг ощущаю каплю пота, сбежавшую по телу. Своим щекотанием капля сообщает, что вот только не надо притворяться. «Главное — видеоотчет», — произносит девушка и прилаживает к своему телефону маленький штатив. «Если минут через десять никто не явится, предлагаю по домам», — говорю я, стараясь звучать вальяжно. «Не имеем права», — отвечает девушка, проверяя, надежно ли телефон держится в зажиме. «Таким тоном говорят менты, когда им предлагаешь выпить. Она бы еще добавила я на службе». «Ну, не будем же мы выступать перед пустыми стульями», — говорю я, употребив «мы» специально, чтобы она чувствовала сопричастность и не заподозрила меня в капризах. Она втыкает в розетку электрический шнур. Кольцо, обрамляющее зажим с телефоном, зажигается ярким белым нимбом. Смартфон с нимбом. Лучшая иллюстрация эпохи. «Вы собираетесь сидеть или стоять?» «Будет довольно странно, если я стану разговаривать с пустыми стульями, и неважно, как я это буду делать, сидя или стоя. Поняв, что никакое «мы» на нее не действует, я решаю отстаивать только собственные интересы». «Сергей, простите, вы будете выступать не перед пустыми стульями, а перед зрителями нашего ютуб-канала?» «Догадавшись, что продолжать упираться бессмысленно и отвертеться не получится, я принимаю свою участь». «То есть никуда не ухожу, а на лице изображаю немного отрешенную улыбку, свойственную знаменитостям, которые принадлежат не себе, а своему искусству». «Вот уж где точно уместен курсив». «Сидя или стоя?» — повторяет вопрос девушка. «Сидя», — отвечаю я, как бы издалека, из своего внутреннего мира. «Тогда начинаем». Я сажусь на тот самый одинокий стул, смотрю перед собой. Ситуация любопытная. Меня приперли к стенке, отрезав путь к бегству не гвардейцы с дубинками, не чечены с ножами, а четыре ряда пустых стульев. Четыре ряда пустых стульев выстроились боевым порядком, и холодный нимб уставился прямо в лицо. «Добрый день, Сергей!» — жизнерадостно воскликнула девушка. «Ой, извините, вырежем. Скажите, как вы представляете вашего читателя?» Поднимаю глаза на нимб, щурюсь. «На видео этот близорукий прищур придаст мне мужественности». Смотрю на пустые стулья перед собой. «Мои читатели — обычные люди. Вы могли бы говорить в микрофон?» — просит девушка. «Мои читатели — простые люди», — повторяю я, поднеся микрофон ко рту. «Их не всегда заметишь, они не бросаются в глаза». Собеседница деликатно ждет, но, видя, что рассуждения прочитателей завершились, задает следующий вопрос. «Как вы думаете...» — она запнулась, явно собравшись снова произнести «Сергей», но овладела собой и нашла компромисс, не назвала меня никак. «Как вы думаете, зачем люди приходят на встречи с писателями?» Не хочется говорить, что повисла пауза, тем более, что ничего не повисло. Но некоторая заминка все-таки произошла. Не в динамике обмена вопросами и ответами, а на каком-то, простите, энергетическом уровне. Едва я собрался ответить, твердо решив не смущаться, как она меня опередила. У меня заготовлены вопросы на случай, если гости ничего не спросят. Гости и в самом деле попались молчаливые. Можем перейти к следующему вопросу. Напротив, это интересная тема, не будем ее игнорировать. Вдруг захотелось ей помочь. Не виновата же она, что попался такой непопулярной подопечной. Я решил блеснуть красноречием. «Люди любят смотреть на тех, кто заперт на арене. Люди трепещут перед силой и наслаждаются чужой слабостью, оставаясь при этом за ограждениями». Собеседница меня перебила. «Давайте я поставлю штатив сюда, а сама буду задавать вопросы как бы из зала». Она разместила штатив на одном из стульев. Нимб подрагивал, но она его уняла, а сама села на втором ряду. Процитирую высказывание одного вашего читателя, который пишет под ником BlackMamba84. Я сидел с вытянутыми ногами, но, услышав прочитателя с ником, подобрал ноги под стул. «Герои его последней книги картонные, а сама коллизия вторична и скучна», — прочитала сотрудница издательства с экрана своего смартфона. «Интересное размышление», — сказал я, улыбаясь. «Вместе с улыбкой по моему лицу расползается жар. Не хватает только покраснеть. От этой мысли жар усиливается». «А вот слова с телеграм-канала Борода Толстоевского», — продолжает неумолимая сотрудница издательства. «Я пересяду на другой стул, чтобы воссоздать атмосферу интерактивности». «Будьте добры», — говорю я, хотя мог бы и промолчать. «Расползающаяся по швам претенциозная графомания». «Это тоже по поводу моей последней книги?» «Да». Теперь я точно покраснел. Критикам, выискивающим изъяны в моем последнем сочинении, было непросто. Автор первого разгромного текста, цитата из которого приведена выше, сразу взял такую высокую планку, обрушил на меня такой камнепад, что всем последующим пришлось изрядно попотеть, чтобы хоть как-то соответствовать. Вокруг пустые стулья, за стульями стеллажи с книгами, между стеллажами ходы, в ходах чужие физиономии. Похоже на окопы, в которые ворвался неприятель. Всех моих перебили, один я остался, прижался к стенке в тупичке и жду, когда подойдут, в кулаке граната. Вот бы сейчас превратиться в памятник. Не когда-то потом, к юбилею подвига, а прямо сейчас. Стать мраморным изваянием, взирающим с благородным безразличием поверх рутины. «Как вы относитесь к критике?» — спрашивают красивые губы сотрудницы издательства. «Ее не проведешь». Притворился мертвым, но она штыком пощекотала и не вытерпел, выдал себя с тоном. «С одной стороны, критика стимулирует писателя к самосовершенствованию», — выдавил я. «С другой, почитайте первые отзывы об Анне Карениной, вы ужаснетесь». «Вы сравниваете свой роман с Анной Карениной?» «Ну, по крайней мере, новую модель отношений между мужем и женой с тех пор никто, кроме меня, не предложил». Подошла женщина в платье под змеиную кожу. На ее лице то выражение, какое бывает у покупателей в магазинах, когда они видят бесплатную дегустацию в отделе вин или сыров. Они как бы не понимают, что происходит, а на самом деле все прекрасно понимают, и тупо хотят выпить и закусить на халяву. Но окружающим, и главное самим себе, зачем-то демонстрируют, будто очень вдруг захотели продегустировать именно вот это, причмокнуть, вникнуть и, кто знает, купить. Потом они хлебнут и пожуют, и что-то произнесут вслух непременно, мол, да, любопытный вкус, танины, нотки. Не приобрести ли в самом деле бутылочку-другую, и под этим предлогом опрокинут еще стаканчик, и еще несколько оливок подденут зубочисткой. А на предложение купить прямо тут, у стойки, ответят, что еще не определились, что надо обдумать, а сами бочком-бочком и в сторону. «Есть возможность задать вопрос автору», — оживились губы сотрудницы издательства. Услышав это, женщина смутилась, будто ее застукали за поеданием всей тарелки презентационного сыра, что-то буркнуло и пошла в сторону. Отступление женщины сотрудница издательства сопроводила улыбочкой «Упс, бывает» и посоветовала мне поимпровизировать. «Попробуйте поимпровизировать», — сказали губы сотрудницы издательства. Громкий звук собственного усиленного микрофоном голоса в пустоте и капли пота, которых после той первой стало существенно больше, все это помогло мне в импровизации. «Вот у вас платье змеиное», — начал я импровизировать вслед уходящей женщины. «А у моей мамы была сумочка из змеиной кожи». Она, мама, а не сумочка, ездила в командировку в Хартумский университет в Судане и привезла оттуда сумочку из минной кожи. Всякие сувенирные мелочи и сумочку. Потом у нее эту сумочку украли в троллейбусе, а спустя несколько дней какой-то человек принес ее прямо к нам домой. Сказал, нашел на улице и по паспорту определил адрес. Денег в сумочке не оказалось, а документы были целы. Паспорт, проездной, пропуск на работу. Сейчас в Судане война и русские наемники, а сумочка и по сей день цела лежит на антресолях. Мой голос звучит на весь магазин. Вдали среди полок показались лица любопытных. Женщина в чешуе обернулась. «Когда я пришел сюда и не увидел никого, то решил сбежать», — продолжил я свою импровизацию. С самого начала я жалел, что согласился на эту встречу и обрадовался возможности ее отменить. Но издательству требуется видеоотчет. Издательство верит, что видеоотчет подстегнет продажи моей новой второй книги, мнения о которой только что были громогласно озвучены. И вот я стараюсь держать лицо и быть при этом остроумным и содержательным, пытаюсь импровизировать, пытаюсь соблазнить вас на покупку моей второй книги, которая должна была стать лучше первой. Пытаюсь сделать так, чтобы пустота заполнилась вашими интересными вопросами, вашими добрыми улыбками и вашими деньгами. Я не особо известный писатель, но про меня можно найти немало ярких цитат. Моя собеседница перевела лишь две, а я добавлю еще одну. Одна критик. Никто не знает феминитива для слова «критик». Я гляделся, несколько зевак осмелились приблизиться. Так прохожие реагируют на драку или на акт самосожжения. Держатся на расстоянии, но наблюдают с любопытством. Короче, одна девушка-критик написала мне личное сообщение, написала, что моя книга не удалась, что надежды на славу рухнули, и мне теперь ничто не остается, разве что лизать сапоги книжным боссом. Среди вас, случайно, нет книжных боссов, дорогие друзья? В принципе, план мы выполнили. Вмешались губы сотрудницы издательства. Уже есть из чего нарезать. Давайте микрофон. Я пожимаю плечами, показывая тем самым, что прерываю выступление не по своей воле. Отдаю микрофон, который скользит во взмокшей руке, как член во время дрочки с лубрикантом. Она берет микрофон всей ладонью. Умело отключив звук, она выдергивает шнур из розетки. Нимб гаснет. Шепчущиеся зеваки начинают расходиться. Я сижу, свесив руки между коленей, как боец-андердог, только что убивший противника случайным ударом. Можно книжку подписать? Доносится со стороны. Надо мной стоит высокий парень. Да, отвечаю я, подумав, что не зря наградил столько чепухи. Я вытираю руки о колене. Парень протягивает книжку. Это книжка другого писателя. Вы не перепутали? Понимаю, что странно, отвечает парень, нисколько не смутившись. Просто меня девушка попросила именно эту книжку купить. Я пришел, а тут вы. Я вас не знаю без обид, но решил заодно взять автограф. Какая разница? Парень подмигнул по-свойски. Никто не заметит. Я вывожу на чужом бестселлере свою загогулину, ладонь все-таки оставляет на странице пятно. У вас лоб совсем мокрый, говорит сотрудница издательства своими красивыми губами и вытирает мой мокрый лоб влажной салфеткой. Два. Счета я не вел, но сколько-то там дней или даже недель миновало. Достаточно, чтобы смонтировать видос из магазина. Не то, чтобы я сгорал от нетерпения, но... Прошло еще сколько-то дней, и я обнаружил в ящике сообщение со стандартным, в таких случаях, текстом. Было много внеочередных дел и тому подобное. К сообщению прилагалось архивированное видео. Смотреть я не стал. Мне ее вопросов хватило. Но написала «спасибо, класс». Все-таки поработала. Старалась или нет, не знаю, но время потратила. Искала всю эту гадость. Выписывала, чтобы зачитать публично. После слова «класс» я поставил восклицательный знак, но, подумав, стер. Отправив сообщение, я задержал взгляд на ее аватарки, стукнул по ее лицу пальцами, лицо увеличилось. Красивые губы. Сомкнув большой указательный, я прикладываю их к ее губам и раздвигаю. Губы увеличиваются до размытых, неясных пятен во весь экран. Я отпускаю их, и они вместе со всем ее лицом отстраняются от меня. «Пообедаем?» Написал я. Явившись заранее, я обнаружил, что зал кафе напоминает снаряженный, но покинутый редут. Накрытые столы составляют букву «П». Поперечная перекладина украшена портретом пожилого мужчины. Портрет обрамлен графинами с морсом и бутылками с водкой. Я спросил официанта, что происходит, и получил закономерный ответ. Поминки. С минуты на минуту в кафе, где должна состояться моя встреча с той самой сотрудницей издательства, прибудут скорбящие. Кафе, однако, не закрывается. Если нас не смущает соседство с траурной трапезой, можем сесть возле стойки. Ну а что? Поминки на первом свидании обеспечат необычность происходящего. От такого не отказываются. Стойка отделана розовыми, светящимися изнутри грубо обтесанными кирпичами. Что это за камень у вас такой красивый, спрашиваю бармена. Каменная гималайская соль. Я лизнул палец, провел по кирпичу и лизнул снова. Непонятно. Это что? Спросила она, вместо приветствия имея в виду накрытые столы. Свои красивые губы она намазала блеском. Поминки. Прямо перед ней в кафе прибыла целая орава пожилых мужчин и женщин. Они взялись за еду и напитки столь рьяно, что сомнений не осталось. Похороны пробудили в них изрядный аппетит. Напитки могу предложить? Встрял официант. Расположение у барной стойки имело свои плюсы и минусы. Официант постоянно вертелся рядом, но его назойливость быстро начала утомлять. Что они пьют? Такое красное. Морс, ответил официант. Мне морс, говорит она. Мне тоже, поддакиваю я. Покушать попозже закажете? Не отстает официант. Попозже, подтверждаю я, обрадовавшись, что моя спутница не кривится от плебейского слова «покушать». Я даже благодарен ей за эту лингвистическую терпимость. Я пойду, сообщает официант. «Идите», говорит она. «Я хочу тебя поцеловать», говорю я. «Плохой подкат», говорит она. Ее губы оказались хороши не только со стороны. Губы, говорившие про меня всякую дрянь, в том книжном. Целуя эти губы, я подчиняю их, побеждаю дряные слова, побеждаю тех, кому слова принадлежат. «Думаешь, прилично сосаться, когда у людей горе», спрашивает она. «Не очень-то похоже, что они убиваются». Скорбящие наворачивают горячее, прожорливость они перемежают глотками бухла под словечко «помянем», женщины вздыхают, мужчины крякают. Мои доводы кажутся ей убедительными. Мы целуемся, пока нас не отвлекает официант. Он принес морс». Все это напоминает обряд группового причастия. Только вместо крови и плоти Христовой морс и охотничьи сосиски. А сам предмет культа, вот он, старый хрыч с портрета. «Не переживай, это нормально», говорит моя собеседница, терзая вилкой и ножом, сочащуюся жиром, всю будто в гнойниках и коростя жареную сосиску. Я так поражен тем, как она, отрезав кусок, отправляет его в рот, что не могу сосредоточиться на ее словах. «На встречи с писателями всегда плохо ходят», продолжает она, проглотив. Ее губы блестят. Я знаю, эти слова — ложь, но я благодарен, что она хотя бы не добавила за исключением звезд.